В планах у погоды, похоже, пока нет стремления подарить горожанам новогоднее настроение. На улице грязь и слякоть. Тем не менее, календарь показывает стремительное приближение нового года. До праздника осталась всего одна неделя, а значит, самое время подумать о главном символе – новогодней ели. Мнения рязанцев разделились. Кто-то категорично против вырубки живых деревьев и предпочитают искусственные. Кто-то, напротив, не представляет Новый год без аромата живой ели. Искусственные. А мы природу оберегаем. И потом я в детстве в деревне вырос. Мы там всегда натуральные. Надо быстро осыпаться. Так что мы за природу. Искусственные. А потому что не хочу такую елку. Мне жалко. Она осыпается. Не осыпается раз и зачем портить елку? Нет, только искусственную. Живую. Потому что приятно, пахнет. Потому что красиво и долго держится. Мы в лесу выросли. Даже елка у нас обычно была в клубе, в школе. А так, чтобы в каждой квартире елку наряжать, мы не наряжали. Тогда в то время не было искусственных елок. Сейчас искусственные, да. Но мне жалко их. Для тех, кто все же собирается украшать живое дерево, в городе работают два десятка елочных развалов. Однако на деле оказывается, что торговых точек гораздо больше. Как правило, несанкционированные места продаж елок можно отличить с первого взгляда. Деревья здесь валены хаотично, ведь облагораживанием точки заниматься некогда. Незаконно срубленные елки и сосну нужно скорее продать. К оформлению же официальных торговых площадок предъявляют довольно жесткие требования. Так, на каждую срубленную ель должен быть документ. А деревья должны быть выставлены на базаре так, чтобы не мешать и уж тем более не угрожать безопасности людей. Ну вот они все продемонстрированы тут, в принципе. Что, допустим, во-первых, улица, откуда мы это берем. Погода такая, как бы, не праздничная. Если бы был хотя бы снежок немножко, то бы продавалось побольше, конечно. Но, конечно, сейчас поменьше, покупки поменьше сейчас. При выборе новогодней красавицы первое, на что стоит обратить внимание, цвет. У свежесрубленного дерева он насыщенный. На срезе нет темной каймы. Предпочтение к сроку службы уже на выбор клиента. Еле обыкновенно остается свежей недолго, около двух недель. Сосна простоит гораздо дольше, да и ухаживать за ней проще. Все ели на развалах отечественные. Цена совсем не колючая, от 500 рублей за метр. По сравнению с прошлым годом она почти не изменилась. Ну а тем, кто с покупкой не торопится, есть смысл подождать. Как правило, чем ближе к празднику, тем дешевле новогодние деревья.